9 ноября состоялось плановое видеозаседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Руководители местных организаций и структур обсудили вопросы первой важности, связанные с динамикой протекания новой волны коронавируса в городе. За прошедшую неделю выявлено 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Ещё у 23 человек диагностировали пневмонию. Всего на вынужденной изоляции, по данным на 9 ноября, находилось 317 человек. Под наблюдением врачей есть дети. Всего детей с заболеванием COVID-19 26. Из них три ребёнка находятся в стационаре. Сейчас в ковидовском отделении находится на 90 койках 75 больных. Пока явного спада в заболеваемости ковидом нет. Результат отведённого в области локдауна ожидают лишь к 20 числам ноября. Пока же врачи оказывают помощь уже заразившимся. Ещё одна важная линия работы – вакцинация населения. «Вакцинировано на сегодняшний день первым компонентом 13 743 человек, а вторым компонентом 12 269 человек. Превакцинировано 2885 человек». В течение выходных за соблюдением ограничительных мероприятий следила межведомственная комиссия. Ими оценивалась сознательность как жителей города, так и представителей торговли. «На прошлой неделе у нас было осуществлено три рейда к индивидуальным предпринимателям, кто у нас неответственно отнёсся к указам губернатора. Мы выписали протоколы, которые будут направлены в суд. Они уже будут принимать решения по штрафам». Смоленский регион отказался от продления нерабочих дней. 11 ноября возобновляется работа всех предприятий и магазинов, школьники выходят с каникул. Но санитарно-эпидемиологические меры остаются с населениями дальше. Коммунальная служба продолжает обработку подъездов, также продолжатся рейды общественных мест по соблюдению масочного режима.